Готово? К чему? К виброкаткам. У нас, кстати, психотерапевт наконец-то будет в компании. Когда мы слышим про виброкаток, то представляем большую машину, которая трамбует основание под будущую скоростную магистраль. В этом видео мы разрушим этот стереотип. С вами ЕМЕ54 и обзор на ручные виброкатки ТОР. Ручной вибрационный каток совмещает в себе компактность виброплит и высокую производительность и скорость катков. Скорость перемещения такого до 66 метров в минуту. Для виброплит скорость перемещения обычно находится на отметке лишь 30 метров в минуту. Именно за счет скорости катки показывают лучшую производительность в сравнении с плитами. Что немаловажно, все катки оборудованы реверсом и контролем скорости. Еще большой плюс виброкатков – это ширина обрабатываемой поверхности у моделей ТОР-Р 600 мм. Подобной шириной обработки могут похвастаться только самые большие модели виброплит. К слову, если вы присматриваете себе именно виброплиту, то рекомендуем посмотреть вот это видео. Там подробно сравниваются все самые ходовые модели. Ну а теперь к виброкаткам. Они применяются в основном для ямочного ремонта дорог, укладки тротуаров, асфальтирования межквартальных дорог, для обустройства придомовой территории, подъездов, детских и спортивных площадок, а также парковочных мест. Широко используются в ландшафтном дизайне. В наличии на складах нашего магазина имеются две модели катков. ТОР-R 300 с одним вольцом весом 330 кг и ТОР-R 550 с двумя вольцами весом 550 кг. На обоих катках установлен надежный бензиновый двигатель марки Хонда. У R 550 почти в два раза больше объем топливного бака и масляного картера. Заправляются они обычным 92-м бензином и способны развивать скорость до 4 км в час. Частота колебаний также идентичная – 4,5 тысячи колебаний в минуту. А вот сила удара составляет 15 кН у R 300 и 25 у R 550. Объем бака воды у большей модели значительно превосходит объем у меньшей – 15 литров против 3,6. Крепкая рама с проушинами обеспечивает удобную погрузку-разгрузку, а также транспортировку катков. Вольцы шириной 600 мм и диаметром 460 мм сделаны из цельного листа стали толщиной 9 мм. Эти элементы рассчитаны на большие и длительные нагрузки. Они практически неубиваемые. Складывающаяся рукоятка экономит место при транспортировке и хранении. Также рукоять управления регулируется по высоте и имеет систему гашения вибрации для комфортной работы оператора. Открытые вольцы позволяют работать вплотную к стенам и бордюрам. Все основные узлы катка доступны для осмотра и обслуживания без необходимости разбирать оборудование. Стояночный тормоз гарантирует, что тяжелое оборудование останется на месте в момент простоя. Система управления гидравлическая. Это обеспечивает плавность хода и быструю остановку. Данная система служит намного дольше механических аналогов и реже выходит из строя. Перед началом эксплуатации катка необходимо залить масло в картер двигателя и бензин в бак. Также залить воду в бак оросительной системы. Обязательно нужно проверять затяжку болтов на виброоборудовании. Подтягивать их надо постоянно, так как от вибрации болты раскручиваются. Открываем кран подачи топлива, а воздушную заслонку оставляем закрытой. Переводим выключатель в положение «включено» и запускаем двигатель. После открываем воздушную заслонку. Прогреваем двигатель около 3-5 минут и можем начинать работу. На рукоятке два рычага. Первый отвечает за направление и скорость движения, второй – за силу вибрации. Скорость движения регулируется плавно, нейтральное положение рычага останавливает движение катка. Для завершения работы отключаем вибрацию, останавливаем каток и отключаем зажигание. Большим плюсом катков является их проходимость. Преодолеваемый уклон для них может достигать 30%. Цены на ручные катки марки Тор серии R одни из самых доступных на рынке. При сохранении высокого качества и достойных технических характеристик со всеми гарантиями производителя. Нужен ручной виброкаток? Ждем вашего звонка! Или добро пожаловать на сайт, где вы также сможете приобрести технику в один клик. С вами был интернет-магазин EME54. Пишите ваши вопросы в комментариях, с удовольствием на них ответим. Субтитры создавал DimaTorzok